Привет, друзья! На прилавки отечественных магазинов поступила звуковая карта Creative Sound Blaster AE9. Я получил её несколько раньше начала продаж в России и специально о ней не рассказывал как-то подробно, потому что знаю, что вы не очень любите, когда я рассказываю о вещах, не продающихся на отечественных прилавках. И вот теперь она на прилавках есть, стоит 30 990 рублей, и если вам это интересно, можно прямо сейчас пойти и купить. Сразу скажу, это не обзор, обзор будет потом. В предыдущем ролике, где я распаковывал звуковую карту, я попросил вас задавать свои вопросы. То же самое я сделал на своём сайте вильянов.com и на своём канале в Яндекс.Дзен под названием Техно Дзен. Вопросов набралось немало. И вот вместе с разработчиками этой звуковой карты и при поддержке доблестной пиар-службы Creative, за что и большое спасибо, мы собрали ответы на ваши вопросы. И сейчас они прозвучат. Вопросов было много, ответы довольно серьёзные, в том числе и технически сложные, поэтому я буду заглядывать в бумажку. Плюс в описании этого ролика есть ссылка на текстовый материал, где все эти ответы есть в письменном виде. И ещё один важный момент. В процессе ответов я буду сдабривать их своими собственными впечатлениями, которых накопилось на самом деле очень и очень много. Причём по собственной невнимательности я допустил один косяк, который, к счастью, благодаря вашей внимательности был исправлен, и теперь мне есть о чём рассказать даже немножко больше. В общем, поехали. Первый вопрос звучит так. Очень хотелось получить рекомендованный список колонок, которые очень хорошо будут играть. Например, дома, в музыке, в фильмах, в играх. Ответ экспертов. В отношении карты AE9 важно подобрать такие колонки, у которых внутри нет аналога цифрового преобразователя на входе и цифроаналогового преобразователя внутри. Иначе разницы с интегрированным звуком просто не будет. Чем более качественные колонки будут подключены к AE9, тем лучше будет звук. Ответ, понимаю, несколько расплывчатый. Смотрите, колонок продаётся очень много, и не хотелось бы как-то выделять или опускать те или иные модели, потому что хороших колонок реально много. Я бы советовал не очень экономить, потому что очевидно, что колонки, наверное, за пару тысяч рублей в сочетании с картой за 31 тысяч рублей будет такой некий дисбаланс, но уже от пары сотен долларов можно найти хорошие варианты. Я бы советовал в магазине послушать, попробовать как-то, как они играют. Скажу за себя. Я колонками не пользуюсь очень давно, потому что, ну, мне не очень это удобно. Я могу что-то послушать или во что-то поиграть только по ночам, потому что днём я работаю, а ночью семья засыпает, и я, наконец, могу что-то делать. Так вот, я много лет пользуюсь игровыми гарнитурами и наушниками, и после того, как я перешёл на Sound Blaster AE9, я был вынужден отказаться от топовой игровой гарнитуры HyperX и перейти на хай-файные наушники Kenerton Magister. Вот они у меня тут лежат. Эти наушники стоят порядка 30 тысяч рублей, а гарнитура стоила порядка 12-13 тысяч. Так вот, разница прям на все деньги, потому что я чувствовал, что гарнитура не справляется, не может прокачать все возможности, которые даёт ей звуковая карта. А вот наушники хай-файные такие могут. В общем, не экономьте, пожалуйста, и будьте как-то бдительны, потому что жизнь слишком коротка, чтобы слушать плохие колонки. Второй вопрос. Интересует поддержка DSD в этой карте? В характеристиках заявлено аппаратное декодирование только DSD-64. Интересует, может ли она проиграть и файлы DSD-128 аппаратно, без конвертации через PCM. Нигде не могу найти ответ на этот вопрос. Интересует, поскольку есть коллекция музыки в формате DSD, и это принципиально важно для меня при покупке. Ответ экспертов. В драйверах пока что есть поддержка только DSD-64. Проверяли, поживем, увидим, появится ли поддержка DSD-128. Вероятно, вы согласитесь, что наиболее важный формат это все-таки DSD-64, потому что именно в нем сейчас идет 99% всех записей в DSD, и все образы Super Audio CD дисков. Файлы в формате DSD-128 и выше могут достигать десятков и сотен гигабайт, что при отсутствии слышимой разницы с DSD-64 не всегда полезно. Я в таком формате врать не буду, не слушаю. Мне хватает более скромных лос-лос форматов, но тем не менее к человеку, который задал этот вопрос, испытываю глубочайший эксперт. Респект. Глубочайший респект. И боюсь даже представить, что у него дома за техника. Третий вопрос. Какие операционники стоят в карте? Ответ. Преобразователь, ток напряжения, двухканальный операционный усилитель GRC2114G, фильтр низких частот, одноканальный операционный усилитель NE5534. Важно понимать, что подходит только стопроцентное совместимое операционное усилители и только с правильным положением ключа. Иначе возникнет негарантийный случай выхода карты из строя. Вот тут я должен признаться, что я лох позорный. Когда я распаковывал карту и показывал, как можно выдергивать эти операционные усилители, я поставил один из них неправильный. Я поставил его вверх ногами. И долго не мог понять, что же вот этот звук по сравнению с AE5 не изменился почти. Оказалось, что карта все-таки достаточно умная. Если в нее поставить усилитель вверх ногами, то она не сгорает сразу, за что и правда большое спасибо. Тридцаточка прям вот была бы очень не кстати в плане расходов. Она просто перестает использовать эту схему. И играет как-то вот как может. То есть вот без этих операционных усилителей звучание примерно такое же, как у AE5. Вот интересный, кстати, вывод. Вопрос номер 4. Есть ли мониторинг в реальном времени через XLR вход? Ответ. Опции аппаратного мониторинга, то есть директ-мониторинг в текучих драйверах, нет. Но возможно в будущих появится. Тут, знаете ли, не от нас это зависит. Вопрос номер 5. Странно. Зачем в одном тракте два цифроаналоговых преобразователя, они же ЦАПы? Ответ. Качественный двухканальный ЦАП ЕС-9038 обслуживает стереовыход и выход на наушники. Более доступный ЕС-9006 обслуживает прочие аналоговые выходы на колонки со звуком 5.1. Это, в принципе, логично, потому что колонки немножечко другая тема. Там, как правило, возможности воспроизведения несколько попроще, пожиже. И там просто не нужно более дорогую версию ставить. То есть любая конструкция, она имеет внутри себя некую экономику. Соответственно, дополнительные затраты, которые ни к чему не приведут, они довольно странны. Потому что, все-таки, если мы говорим именно о хай-фай, о серьезном звуке, совсем серьезном, это через наушники. Какие порекомендуете конкретно микросхемы для замены? Смотрите, у меня вот они есть на картинке, но я еще обязательно, когда буду монтировать ролик, продублирую эту табличку в ролик, чтобы вы могли посмотреть. А также напоминаю, что есть текстовая версия, где вы можете все это прочитать. Уточнение менять у операционного усилителя стоит только в случае, если у вас очень качественный тракт. И вы хорошо понимаете, что делаете. Это не то, что нужно делать первым делом. Если не уверены, изучите сперва опыт других пользователей на специализированных форумах. Вопрос номер 7. Слышен ли в приличных низкоомных внутриканальных наушниках фоновый белый шум усилителя? Хочу уточнить, что речь идет исключительно о внутриканальных наушниках. Ответ. Зависит от чувствительности наушников. Существуют модели со 130 дБ на МВТ, которые могут шуметь даже при приближении провода к любому электроприбору. Типичные вставные наушники 16 Ом шуметь, конечно, не будут. Вопрос номер 8. Есть ли возможность одновременно подключить два комплекта различных наушников к выходам 6,3 и 3,5? И как организовано подключение? Выходы просто запараллельны или есть варианты программного выбора? Ответ. Судя по дорожкам на плате, выходы запараллельны. И от себя добавлю, что действительно в настройках драйверов возможности переключения между выходами нет. Приходится выбирать. Вопрос номер 9. Можете ли сравнить виртуально-объемный звук для наушников со звучанием AE5? Есть ли изменения в обработке многоканального звука в фильмах, преобразовании стерео в музыке или все новые фишки с Dolby DTS касаются только кодирования? Ответ. С точки зрения именно качества преобразования в стерео многоканальных звуковых дорожек карты идентичны. Новые фишки заключаются именно в возможности кодирования в DTS в реальном времени, что дает возможность пускать генерируемую DTS звуковую дорожку на ресивер по оптике. Другой вопрос в том, что даже в действительно дорогих ресиверов, которые стоят по цене слегка поддержанного Logan, цапы, как правило, стоят недорогие и по качеству существенно уступают большинству приличным звуковым картам. А в E9 карта довольно приличная. Если уж очень хочется задействовать свой ресивер, лучше подключить его к звуковой карте аналогово и использовать только в качестве усилителя. Таким образом, качество звука в целом будет выше. Вопрос номер 10. В чем преимущество в сравнении с нормальным аудиоинтерфейсом похожей ценовой категории? Я так понимаю, что речь идет о встроенном звуке в материнскую плату. Я на этот вопрос уже отвечал много раз. Давайте отвечу еще раз. Мне нетрудно, правда. Смотрите. На материнской плате физически нет места для размещения полноценного качественного звукового тракта. Поэтому там приходится очень сильно ужиматься. На этом маленьком пятачке что-то там упихать. Звучит ли оно? Да, звучит. Оно, в принципе, местами даже прилично звучит. Но если мы говорим именно о качественном звуке и в играх, и в музыке, в музыке, в фильмах и так далее, то разница, ну она просто колоссальная. Ну вот, я не очень люблю вот эти вот, есть Жигули, а есть Мерседес. Я, давайте, не будем этой фигней заниматься. Ну смотрите, есть Логан, который мы уже упоминали. И есть, допустим, Шкода Октавия нового поколения. Есть разница же, правда, вот, и то и другое едет, в общем-то, но ощущение от этого совсем другое. И вот ровно та же история со внешней звуковой картой. Она настолько лучше порисовывает детали, настолько лучше дает звуковую картину, настолько лучше дает охват звука, динамический диапазон, что просто не услышать это невозможно, даже на не самых дорогих каких-то устройствах воспроизведения. А уж если вы не пожадились и взяли нормальные наушники или колонки, ну, говорить просто не о чем. Я не знаю ни одного человека, который бы использовал вот встроенный звук, потом попробовал внешнюю звуковую и сказал, да ну фигня какая-то, нет. Все разницу слышат. Другой вопрос, что, конечно, это деньги дополнительные, в общем-то, жить в неведении, несколько дешевле. Но тут уже зависит от ваших вкусов. Я не люблю жить в неведении. Вопрос номер 11. Здравствуйте, Сергей. Стоит ли переходить со среднебюджетных моделей, например, с Creative Soundbuster Z, на такие топовые? Что нового и необычного может предложить данная карта, что, перейдя на нее, не будет жалко потраченных денег? Смотрите, я когда делал обзор Soundbuster AE5, вот тоже поставлю ссылку в описании этого ролика, я писал, что, ну вот, по сравнению именно с Soundbuster Z, разница колоссальная. Ну, вот опять-таки, нам хочется про Logan и Octavia, будь она не ладна. Звук не стоит на месте. Вычислительные возможности чипов, которые используются вот в этих звуковых картах, они постоянно-постоянно растут. Соответственно, из звука можно вытащить гораздо больше. Поэтому, смотрите, переход на AE5 абсолютно оправдан. Просто вот абсолютно, потому что Soundbuster Z, ей уже сколько лет-то? Ей уже без малого 10 лет. Ну, конечно, с тех пор многое изменилось. И поэтому, если вы попробуете Soundbuster AE5, я гарантирую вам аудиооргазм. Гарантирую. Даже на той звуковоспроизводящей технике, которая у вас есть. Что касается AE9, тут уже не все так однозначно. Это решение для тех, кто MP3 в принципе не слушает. То есть, слушать MP3 на этой звуковой картах, это просто, ну, смешно. Я пробовал, невозможно. То есть, мне пришлось, вы не поверите, скачать даже вот композиции не очень критичные для меня. Мне пришлось их скачать заново во флаках и в хайрезах. Потому что, ну, все, MP3, до свидания. Невозможно. Пришлось поменять наушник, как я уже говорил. Поэтому вот скачок Soundbuster Z на AE9, он, конечно, оправдан. Только при том условии, что для вас вот разница в цене. AE9, помню, не по-моему, а точно стоит там сейчас 31 тысячу рублей. Ну, 30, ладно. AE5 можно найти там за 10-12. Даже если повезет немножко дешевле. Мне, знаете, очень как-то трудно вам говорить, ну, чувак, там, девчуля, ну, что такое, там, давай в три раза больше заплатишь, зато кайф. Да, кайф. Но вот разница между Z и AE5, она огромна. Между AE5 и AE9 это уже вот для ценителей прекрасного, которые хотят и умеют слышать разницу. Я хочу и умею, у меня в жизни не так много радости, чтобы вот слушать музыку в плохом качестве. Я к этому стремлюсь, мне это нравится. Но я не буду вас агитировать, покупать именно AE9 после Soundbuster Z. А вот AE5 я, пожалуй, вам посоветую. Вопрос номер 12. У меня сейчас стоит Emo 1212M PCI, исключительно для прослушивания музыки. Собираю новый комп, а там PCI слота уже нету, а версии на PCI Express нет даже на сайтах бесплатных объявлений. Как думаете, будет ли эта карта по звуку не хуже моей 1212M, и могли бы вы посоветовать ее к приобретению или какую-то другую? Усилитель и акустик у меня стоят примерно 2500 долларов. Респект состоятельному парню. Ответ экспертов, они сейчас вам ASUS посоветуют. AE9 будет существенно лучше по звуку, не говоря уж о том, что у 1212M вообще нет никакого наушникового усилителя и микрофонного входа. То есть по функциям AE9 далеко впереди. Ну, действительно, знаете, я понимаю, что старые звуковые карты, они кажутся более лучшими, но, как я уже говорил выше, вычислительные возможности вот этой всей техники, они не стоят, мягко говоря, на месте. Вот так же, как камеры в смартфонах при тех же физических габаритах вдруг, вдруг в последнее время стали снимать гораздо лучше, потому что процессоры позволяют выжить вот из этого мутно-мыльного чего-то, действительно четкие и классные кадры. Вот то же самое происходит и со звуком. Простите, но старые звуковые карты, которым уже там 10 с гаком лет, это все, давай, до свидания, вот можно в рамочку, за стекло, на стенку, в компьютер уже не надо. Вопрос номер 13, каверзный. Интересно сравнением с выделенным USB ЦАПом за те же деньги? Ответ. Сравнение даже с более дорогими USB ЦАПами на хорошей аппаратуре показывает высокое качество звука и высокую уже конкурентоспособность AE9. Даже если увеличить ценовую категорию в 2-3 раза, AE9 не сольет с треском никакому конкуренту. Ну вот, еще бы вам эксперты из креатив ответили что-то другое. Но да, действительно, это правда, AE9 жжет. Вопрос номер 14. Интересного тут только одно. У какого дятла хватит ума отдать 30 тысяч за эту мультимедийную шляпу, когда за те же 15 спокойно берется Моту 828 МК2? Спасибо за дятла, как говорится, и тебе тоже наше уважение. Ответ. Моту 828 МК2 при всем уважении к продукту 2006 года имеет по сегодняшним меркам совершенно заурядный плоский звук, а усилитель для наушников там собран, я хотел сказать из говна и палок, но там собран для галочки на одном малюсеньком маломощном операционном усилителе. За эти деньги спокойно берется, а E5 еще и денег сэкономите. Вопрос номер 15 заключительный. Как чувствительность предусилителя? Как шумы? Тянет ли динамический микрофон типа Shure SM7B без дополнительного предампа, то есть предусиления? Ответ. Именно наличие фантомного питания плюс 48V позволяет получить очень недорого, просто отличное качество без необходимости подбирать дорогущие дикторские микрофоны Shure с ценником 30 тысяч рублей и выше с требованиями к усилению, которым не удовлетворяет 99% дорогой профессиональной аппаратуры. Тестировали мы с недорогим конденсаторным микрофоном BM800, который стоит менее 1000 рублей в комплекте с пауком и ветрозащитой, и звук был просто отличный. Связку очень рекомендуем для записи речи и других массовых применений. Вот. Значит, 15 вопросов отвечены. Спасибо, что их задали. Если что, задавайте еще в комментариях, в обзоре я на них отвечу. Я не буду заскакивать вперед, скажу только, что после перехода на АЕ9, особенно после того, как я правильно поставил усилитель той стороной, как он заработал, я разницу почувствовал. Обратно на АЕ5 не тянет совершенно. Ну и в общем, вот не тянет. Стало гораздо лучше. Но подробности в обзоре. Напоминаю, что в описании есть текстовая версия всей этой красоты. Спасибо, что посмотрели ролик. Кстати, это первый ролик, снятый на iPhone 11 Pro Max. Вот можете попробовать посравнивать картинку. А на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь. Пока.